В эфире новости. В студии Наса Дубинина. Здравствуйте. И сегодня в выпуске. Отдохнуть от войны. В Абхазии приехали дети из Донецкой и Луганской народных республик. Детские сады в Гудауте должны заработать до начала осенне-зимнего периода. Социальные объекты района посетил президент. Культурный бум в Сухуми, фестиваль арт-маркет, в Ачимчири-Гюэна, снорица, художественная выставка, в госфилармонии, концерт Мирабовой. Более 30 молодых людей из ДНР и ЛНР, среди которых и футбольная команда «Новоросс» отдыхают на территории спорткомплекса в Агудзере. Президент Абхазии навестил гостей республики. Ребята рассказали Раулю Хаджимба о том, что воспоминания о нашей стране надолго останутся в их памяти. Нас принимали как родных и интересовались, какова ситуация в наших республиках, подчеркнули молодые люди. Рауль Хаджимба отметил, что народ Абхазии, переживший все тяготы войны, понимает, с какой нелегкой ситуацией находятся жители двух республик. Мы хорошо понимаем, опять окунуться во все эти проблемы, во все эти сложности вам будет опять нелегко, наверное, но хочется верить в то, что все это разрешится скоро. Взрослые люди должны все это сделать для того, чтобы под этими бомбежками не погибали ни дети, ни старики. И вообще мир – это самое главное достояние человека. А накануне президент республики совершил рабочую поездку по строящимся социальным и промышленным объектам Гудаутского района. Детские сады, больницы, нефтебаза. О проблемах и путях их решения Рауль Хаджимба с руководством Гудаута говорил на месте. Репортаж Леонор Гилаян. Районную свалку бытовых отходов глава государства совместно с руководством местной администрации посетил в первую очередь. Этот полигон существует с 1956 года. За это время толщина слоя мусора достигла уже 7 метров. Обсуждая вопрос утилизации отходов, Рауль Хаджимба отметил, что одними закапываниями эту проблему не решить. В любом случае надо выходить из того, что нужно найти полигон. Полигон и отсюда начиная работать, для того, чтобы по фракциям. Все, что можно использовать для вторичной переработки, а все остальное надо закапывать. Пока, во всяком случае, таким образом. Также Рауль Хаджимба осмотрел ряд строящихся учреждений дошкольного и школьного образования. В частности, побывал в детском саду по улице Гагарина. Президент поставил перед строителями задачу запустить объект до начала осенне-зимнего сезона. Но так, чтобы были соблюдены все нормы безопасности. Вы, те, кто строители, подписываетесь под этим документом, что нет здесь опасности. Я тогда гарантирую то, что здесь будет, видимо, запущено все это. Но вы подписываетесь под всеми этими бумагами. И вот все то, что кажется, это недоделок, вы мне доводите до конца. И тогда, просто чтобы здание не стояло детского сада пустующим, в во всяком случае, здесь вложены человеческие ваши труды, и люди ждут. Давайте приведем его в нормальное состояние и запустим его. В нескольких строящихся детских садах, которые посетил президент, были обнаружены недоработки или же разрушения уже после окончания ремонта. Задача запустить объект в эксплуатацию была поставлена и перед строителями районной больницы. При этом медицинское оборудование уже начало поступать в медучреждения. Побывал президент Иногудаутской набережной. Состояние главного туристического центра целого прибрежного города глава государства оценил как крайне неудовлетворительное. Отсюда Рауль Хаджимба направился на нефтебазу, которая, как отметил ее директор, готова к запуску сразу после начала финансирования. Все у нас готово. В виде влаги, в линии, вот все, что стоит. Единственное, что имеем контракты, имеем нормальные цены сегодня. Деньги, денег не имеем. Ну, обычное явление, которое, к сожалению, у нас в Абхазии. Сегодняшний день по нашему существующему контракту мы можем завести уже на месте. Много проблем у санитарной эпидемиологической службы Гудауты. Главный санитарный врач района Инга Чанба рассказала президенту, в каких условиях приходится работать. По пути развития санитарной службы Российской Федерации я бы не хотела идти, потому что можно взять из старого времени то, что есть вообще старая советская система, какая была, да, и взять, предположим, сюда перенести и свои внедрения тоже. Я думаю, нам никто не мешает, если мы действительно... Михайлович тоже говорила о создании, предположим, межрайонной санитарной станции у Компании, да, вот санитарной станции. Подводя итоги поездки, Рауль Хаджимба отметил, что подобное состояние города говорит о многом. То, что мы сегодня видим, при том, что многое вроде бы делается, многое сделано и предыдущими руководителями, и сегодня делается, но этого недостаточно. Не хватает, знаете, той именно вот, знаете, вот внутренней готовности к тому, чтобы с любовью подойти к тому, чтобы вот эту ситуацию изменить. Исходя из того, что у нас не самые большие возможности, попытаться надо хотя бы на этом этапе попытаться, подыскать полигон какой-то. Насколько я знаю, вроде бы были предложения, вот мне говорили о том, чтобы был человек, который готов был переработать этот мусор и эту территорию, начать очищая новые какие-то там стройки. Так, которому он предлагался. А там, насколько мне известно, порядка 9-10 гектаров земли. Это практически можно построить новый город. Если такой найдется человек, который будет готов заняться вот этими работами, с очисткой территории и приведением там порядок всего того, что можно было бы там на перспективу и построить, и разбить какие-то парки, то почему бы нам не отдать ее, сидеть как собака на этом мусоре и пожинать плоды бездумной нашей деятельности все эти годы. Ну, наверное, это не совсем будет. Комментируя проблему недостроенных соцучреждений, президент отметил, что это результат бесхозяйственности. Все это показатель нашей бесхозяйственности. Надо будет опять очень быстро проработать вопросы со строителями, определиться с деньгами и начать работы по скорейшему запуску этих детских садов. Остальные помещения, где мы были, и подвальные сооружения домов, это ужасающая картина, это не лучше, чем мусорная свалка. По итогам поездки по району президент Рауль Хаджум попровел рабочее совещание в местной администрации. Глава государства дал поручение руководству района представить ему подробные материалы по объектам, в том числе по объемам финансирования, необходимым для завершения работ по детским садам. Президент подчеркнул, что несмотря на определенные сложности, у Гудаутского района уже появились дополнительные финансовые возможности, в том числе за счет доходов от Ритинского парка и Новоафонской пещеры, которые должны идти на решение первоочередных задач. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении первого заместителя генерального директора, исполнительного директора закрытого акционерного общества «Интерфакс» Георгия Георгиевича Гуля орденом почета за заслуги в развитии отечественной культуры, искусства, средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность. Продолжаем. Во вторник, 25 августа, премьер-министр страны собирает большую пресс-конференцию. Она начнется в 15 часов, а посвящена будет социально-экономическому положению дел в Абхазии. Полицовет партии Амцехара собрался на очередное заседание, чтобы обсудить вопросы разработки новой редакции устава и новой программы партии, подготовки к съезду, на котором планируется принятие эти документы, а также вопросы подготовки кадровых резервов Амцехара, сообщает Абхазия Информ. Анри Джергения предложил полицовету рекомендовать съезду для утверждения кандидатуры председателя партии и двух его заместителей. Напомню, 7 июня на расширенном заседании полицовета единогласно была принята кандидатура Алхаса Квицения на должность исполняющего обязанности председателя партии. Полицовет поручил президиуму партии подготовить материалы к предстоящему съезду и представить их полицовету. Стала известна программа официальных мероприятий, которые пройдут в нашей стране в праздничный день 26 августа, в День признания независимости Республики Абхазия. Начнется все с возложения цветов и венков в Сухумском парке славы. Затем участники памятной акции проследуют к мемориалу Владислава Ардзимба в село Ишера. Завершатся мероприятия у могилы Сергея Багабша в ЧГАРДе. К другим темам. В минувшую субботу в Гагре произошло страшное ДТП, унесшее жизни сразу пятерых молодых людей. Из них двое местных парней и трое девушек, приезжих из Ленинградской области 23 и 25 лет. Как сообщает пресс-служба МВД, водитель ЧКО, то 1987 года рождения, управляя «Жигулями» 14-й модели, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Газель». Все, кто находились в легковушке, погибли. Водитель «Газели» с травмами доставлен в больницу. По данному факту, следственным отделом Гагарского РУВД ведется проверка. Вопросы технического взаимодействия обсудили абхазские и грузинские энергетики во время встречи на Ингургес. Как сообщает Апсенепресс, в связи с сильной засухой в Западной Грузии, уровень воды на арочной плотине Ингургес, расположенной на этой же территории, опустился на 17 метров. Последний раз такое существенное падение уровня наблюдалось несколько десятков лет назад. Также возросла нагрузка на электросети по обе стороны границы, в связи с чем поднимался вопрос о подготовке к осенне-зимнему периоду с целью обеспечения безаварийного функционирования гидроэлектростанции и бесперебойного снабжения электроэнергии населения в этот период. Абхазскую сторону представил гендиректор предприятия Черномор-Энергослан Басари, грузинскую сторону, заместитель министра энергетики Елашвили и Хмаладзе. Минувшие выходные выдались богатыми на культурные события. В Ачимчерском доме культуры состоялась открытая первая ежегодного молодежного фестиваля современного искусства, культуры и творчества. Его организаторами выступили отдел молодежи и спорта, администрация Чемчерского района и общественная организация молодежный центр Гюэнос. Надежда Боровикова продолжит тему. Впервые в послевоенный период Ачимчира принимает международный фестиваль. Церемония открытия состоялась в местном доме культуры. В течение трех дней танцоры, певцы, модельеры и художники представляют свои таланты на суд жюри и гостей фестиваля. На сегодняшнем нашем фестивале в гостях Российская Федерация, Турция, Сьюжная Осетия. К сожалению, не смогли приехать с Приднестровья. В дальнейшем организаторы фестиваля планируют расширять географию участников. Так, например, гости из Северного Кавказа не смогли приехать в этом году по финансовым причинам, но обещали внести соответствующую статью в бюджет на следующий год. Об этом рассказали организаторы на брифинге перед началом церемонии открытия. Генеральным спонсором фестиваля выступила компания «Аквафон». Первый день фестиваля был посвящен национальным традициям и культуре. На сцене Дома культуры с народными танцами и песнями выступили коллективы и отдельные исполнители. Молодежный фольклорный ансамбль «Ахищтра» представил одновременно и танцы, и песни. Танцевальный ансамбль «Ритца Дэнс» из города Сакарья своим выступлением завоевал бурю аплодисментов. Жюри фестиваля составили известные в Абхазии деятели культуры и искусства. Эстрадный певец и композитор Авто Конжария, член Художественного союза Республики Абхазия Александр Данченко, дизайнер Мариана Амичба, светский репортер Ливан Тодуа. Председателем жюри стал директор Республиканского центра народного творчества имени Кортуа Нурик Варча. Есть печальный опыт, когда в Абхазию проезжают извне и начинают здесь организовывать конкурсы, извините меня, которые не соответствуют ни названию, ни содержанию. Но сегодня я приятно удивлен, конкурс создавал очень удачно. Неожиданно для себя я оказался членом жюри, даже председателем жюри этого конкурса. И я вот сегодня в такой ситуации, когда мне трудно, допустим, назвать, какой лучший коллектив. Вот сейчас как раз жюри будет заседать, я думаю, будут горячие споры. Надо определить лучший коллектив из лучших. В рамках фестиваля также состоялись показы одежды местных молодых дизайнеров. Все наряды представляли собой современные интерпретации национального абхазского костюма. Моя коллекция под названием «Ахищтра», она создавалась в течение года. Вот сегодня была представлена на основе абхазского национального костюма, стилизованная. Ой, эмоции, конечно, вообще зашкаливают. Спасибо всем организаторам. Было очень хорошо, организовано все. Столько детишек, столько всего задействовано. И песни, и танцы. Всем спасибо. Своими впечатлениями о конкурсе, и в частности о показах, поделился Леван Тодуо, модный светский репортер, неоднократно выступавший в качестве эксперта на различных российских телеканалах. Я вам скажу сразу, очень сожалею, я сегодня уже улечу в Москву, но впечатления отличные. Спасибо организаторам. Это мой родной город, и я с удовольствием принял участие, пытался быть объективным. Дизайнеры наши очень талантливые. Ну, понятно, это не Москва, это не неделя моды, но есть к чему расти. Честно скажу, я бы даже сам бы носил пару наших национальных форм для журнала, для телевидения, я бы с удовольствием бы снялся. Здание молодежного центра «Гюэнус» стало второй площадкой проведения фестиваля. Там состоялась выставка картин молодых художников. Наша художественная выставка проходит в молодежном центре «Гюэнус». У нас там семь молодых художников, художниц тоже будут проходить параллельно фестивалю. И там выставлены, каждый художник выставил по три картины, и жюри будет выбирать лучшие из лучших. Майяна Габлия – молодая абхазская художница, которая представила свои работы. Она пишет акварелью, гуашью, акрилом, но для выставки выбрала картины, выполненные маслом с натуры. На одной из картин изображен один из режимных объектов, расположенных в Сухуме. Она находится около маяка, в общем-то туда заходить нельзя, но мы технично рисовали из-за заграды, пролезли, нам нельзя было там ходить. Там когда-то велись эксперименты, эхолот стоял. Фестиваль продлится до 26 августа. Церемония закрытия и награждения победителей пройдет вечером 25 августа в Ачамчире. Сухум порадовал жителей и гостей столицы арт-маркета. Небанальная одежда, авторская бижутерия, изделия из драгоценных камней, дизайнерские игрушки, мыло ручной работы, авторская керамика. Все это и не только можно было увидеть и приобрести в одном из скверов города. Фестиваль собрал любителей подделок со всей республики. В этом убедилась моя коллега Илана Казымба. Ручные подделки и хендмейд набирают все большую популярность в современном мире. Авторские работы ценятся гораздо больше в качестве подарков, ведь каждая подобная вещь – эксклюзив. Первый арт-маркет в Сухуме прошел в декабре, и тогда организаторы поняли, что тема пережилась. Люди хотят городские ярмарки. Городские ярмарки, они хотят дружить, общаться, знакомиться, хотят тут же посетить мастер-класс. И вот такие, такие вещи. После чего мы и создали арт-маркет, который соединяет в себе все пожелания наших горожан. Арт-маркет привлек участников со всей республики. Из разных городов приехали люди, которым есть что показать. Среди экспонатов было стеклоручной работы с росписью из афона, глиняные подделки, эксклюзивные вязаные вещи. Была здесь и уже полюбившаяся сухумцам одежда бренда Абга Клозинг. Существующий с 2008 года бренд знаменит тем, что на вещах изображены принты, срисованные исключительно с картин абхазских художников. На купальниках, например, принт, который нарисовала абхазская художница, она дизайнер интерьера Вика Бганба. Здесь, на Инжире, Саид Тарба, это тоже абхазский художник. Здесь тоже викиные веночки и ожерелье. Когда рождаются внуки, у бабушек начинается вторая молодость. Так случилось и с Элисо Гургулия. Впервые игрушку, вязанную крючком, она увидела у своей подруги. И с тех пор, как говорит сама Элисо, понеслось. Когда уже одну связал, потом уже остановки нет. Это как амигуруми зависимость называется. И все, и вот теперь получается вот такое. Сами игрушки тоже различаются. Есть здесь и экспонаты настольные, а есть и те, с которыми могут играть дети любого возраста. Есть каркасные куклы, вот как это, видишь, она на проволочках. Но она больше, как это, интерьерная кукла. А эта кукла мягкая, она без всяких железок, без ничего. То есть это безопасно детям давать. Подобные мероприятия – это контрасты, которые необходимы нашему городу. Поддерживать их своим долгом считают сотрудники компании «Амобайл». Арт-маркет – это фестиваль творчества. Творчество для всех. Здесь могут представить свои работы не только какие-то знаменитые люди, но и домохозяйки, пенсионеры. И действительно здесь представлены разнообразные работы. Они очень интересные. И здесь реально талант. Но самое интересное в этом фестивале для компании «Амобайл» – это то, что помимо таланта здесь еще присутствуют такие добрые дела. Здесь такая беспроигрышная лотерея, где могут принять участие каждый желающий. Деньги, которые будут собраны, они пойдут на добрые дела. На строительство инклюзивной площадки для больных детей. Я уверена, что все вместе мы можем делать добрые дела. Посетители маркета с легкостью могли приобрести эксклюзивные поделки на любой вкус. Примечательно и то, что возрастных ограничений на участие в фестивале также не было. Такие магнитики, которые клеятся на холодильник, такие красивенькие. Из чего они сделаны? Это из камушков. Они раскрашены специальными красками. Магнитики хорошие. Такие композиции. Мама помогает? Мама помогает, да. Я маме помогаю. Это сделано из салфеток, скручено. В ходе фестиваля проходила лотерея. Приобретая билетик за 100 рублей и получая взамен серьги или значок арт-маркета, любой желающий становился участником розыгрыша призов. Лоты были представлены самими участниками мероприятия. Илана Казамба со строку Агуха, Абаза ТВ. Художественная выставка «Под открытым небом». Известный в Абхазии колорист Виссарион Свижба представил свои работы на смотровой площадке озера Риса. Это были картины с изображением горных перевалов, маленьких пастушьих хижин, лазурных рек и бурных водопадов. Все эти работы художник писал с натуры и посвятил экспозицию добровольцам, участникам Отечественной войны народа Абхазии. С места события Мамелия Сутурян. Интересные яркие этюды с изображением горных ландшафтов особенно органично смотрелись на фоне великолепия озера Риса. Виссарион Свижба часто поднимается в горы, чтобы запечатлеть и передать с помощью кисти и красок все прелести горной страны. Заметив, как много времени художник проводит заповедники и познакомившись с его работами, директор Рицинского национального реликтового парка Рита Лолова предложила провести ему выставку именно здесь. Мы с ним когда поговорили, когда он сказал, что у него более 50 картин, и мне очень хотелось бы, чтобы наши гости увидели эти картины, потому что есть такие места, которым недоступны, трудодоступные места, чтобы они всю красоту нашу увидели. Виссариона Свижба по праву можно назвать основоположником абхазского авангардизма. Его картины поражают великолепием цветов. Многие из представленных работ он написал в этом году. Художник поднимается в горы во все времена года, за исключением зимы, когда дорогу заносит снегом, и она становится непроходимой. Ах, как же хочется рисовать заснеженные перевалы, ледяные озера и могучие вершины зимним днем, стоя у самого их подножья, ведь это святые места, признается мастер кисти. Эти те места, добровольцы, откуда переходили, вот эти перевалы. Давно я мечтал писать эти места. И долгие годы я писал, особенно на выставке этого года работать, только этого года. Чтобы увидеть картины столичного художника именно в этой обстановке, на выставку приехали его коллеги, представители интеллигенции и любители живописи. Все они были приятно удивлены необычной идеей. Впервые здесь проводится выставка такого характера. Ну, вы знаете, территория такого курортного объекта. В таких местах обычно бывают и выставляют и картины, и керамическую продукцию, и так далее, и так далее. Но между нами, говоря, это немного, пусть никто не обижается, но сувенирного характера продукцию мы видели. Сегодня впервые творческого характера мы видим серьезную выставку. Мы поняли, что здесь мы приглашаем. И эти люди знают, что мы rated this for you, которые говорили для Yanukovia. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В этот вечер в Госфилармонии практически безраздельно царил его величество джаз. Исключением стали композиции, с которыми Мариам завоевала любовь широкого зрителя в телепроекте Первого канала «Голос». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Теплый, сердечный концерт, который Мариам Мирабова подарила всем нам. Именно поэтому вот этот импульс добра и тепла сделал так, что сегодня в зал были приглашены организаторами концерта, были приглашены дети из репутационного центра детского. Мы сочли нужным, уделить им небольшое внимание, что у нас получилось. Такие концерты, да, их можно рассматривать как возможность социализации детей с такими особенностями. Концерт завершился автограф сессии. Все желающие могли пообщаться, сфотографироваться с певицей, получить подпись с пожеланиями. Для многих личная встреча с Мариам Мирабовой была долгожданным событием. Появление такой звезды, я считаю, мирового уровня в Абхазии – это огромный прорыв для нас. И хочу сказать огромное спасибо организаторам за такой необыкновенный концерт. Лично для меня сегодня сбылась еще одна маленькая мечта. Я за Мариам наблюдаю уже очень давно, еще до проекта «Голос», а после «Голоса» я просто в нее влюбилась. Абхазский зритель очень тепло принял Мариам Мирабову и коллектив «Мираев». Оказалось, что ценителей джаза в нашей стране немало. Люди покидали филармонию в приподнятом настроении. Как будто я вокунулась в другую совершенно атмосферу. Поблагодарить хочу организаторов этого концерта, музыкантов, певцов. Семья счастлива. Очень понравилась. Живем она и вы увидите ее. Очень интересно было. Вдохнули. Своими впечатлениями о концерте и пребывании в Абхазии поделилась и сама Мариам Мирабова. Певица призналась, что ее семья получила колоссальный заряд энергии от моря и солнца, и что они с удовольствием приедут в Абхазию еще не раз. Я говорю спасибо как исполнитель, говорю за весь коллектив, который счастлив абсолютно от такого зрителя, от такого радушного приема, от такой любви, которая, конечно же, вдохновляла нас. Я счастлива буду приехать еще раз и приехать уже с другой программой. Например, у нас есть расширенный состав, с духовой секцией. Я буду счастлива, если мы сможем показать ей эту программу. Легенды КВН, среди которых и команда Нарты из Абхазии, утомленные солнцем, максимум из Томской сборной РД, а также новые чемпионы в течение целой недели будут радовать зрителей лучшими шутками в Сочи. В рамках недели юмора они разыграют летний кубок. Впервые за всю историю КВН на одной сцене встретятся самые сильные и популярные команды. О спорте. Международный теннисный турнир в памяти о герое Абхазии Арзамети Тарба завершился в Гагре. Участие в нем приняли 70 спортсменов разных возрастных категорий. Об итогах соревнований расскажет наша коллега Лаура Шарова. На гагрских кортах в парке имени принца Ольденбургского состоялся международный турнир по большому теннису в памяти героя Абхазии Арзамета Тарба. Юные теннисисты из Пятигорска, Уфы, Сочи, Адлера, Санкт-Петербурга, Москвы, Смоленска, Ярославля, Гагра, Сухума и Гудауты показали свое мастерство, и каждый достойно представлял свой город. Но, как всегда, в спорте побеждают сильнейшие. Медали, дипломы, кубки и памятные подарки получили победители и призеры турнира. Первые места в разных возрастных категориях заняли Навоженого Алина Ростов-на-Дону, Шапран Михаил Железноводск, Успенская Анастасия Уфа, Сидельцев Степан Пятигорск, Алиев Тамерлан Сочи, Манукян Ангелина Сочи и Налопа Александра Гагра. Всегда рядом со спортсменами мама героя Абхазии Арзамета Тарба Гули Кичба. Турнир прошел при поддержке Госкомитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорта, Федерации Большого тенниса Республики Абхазии, Администрации Гагрского района. Генеральный спонсор турнира – оператор сотовой связи «Амабайл». Компания на протяжении всех лет оказывает финансовую информационную поддержку и старается, чтобы турниры проходили на высоком уровне. В этом году церемонию закрытия украсило выступление детских творческих коллективов из Гагры, ансамбля национального танца «Нарт» и эстрадной вокально-танцевальной группы «Звездочка». Ну, во-первых, всех поздравляю с завершением этого чудесного детского турнира, посвященного памяти героя Абхазии Арзамета Тарба, молодого парня, который сложил свою голову за освобождение своей родины. Именно благодаря таким ребятам, как он, на сегодняшний день, возможны такие прекрасные праздники. Сегодня у нас завершился турнир, посвященный памяти героя Абхазии Арзамета Тарба. Мы проводим его каждый год. Вот в этом году он прошел, на мой взгляд, более красочно, потому что большее количество участников было в нашем турнире, около 70. Практически это все города Российской Федерации. Конечно же, мне очень приятно, что теннисный турнир памяти Арзамета Тарба проходит в Гаграх, Гагру освобождали мои дети вместе с доблестными сыновьями всего Кавказа. И турнир постоянно набирает темпы, и количество учащихся тоже возрастает. И интерес к этому спорту возрастает, что очень немаловажно. И я прежде всего хочу поблагодарить родителей, которые приобщают к спорту, самих юных спортсменов, которые так хорошо подготовились к этому турниру. И, конечно же, прекрасный город Гагру за предоставленные нам вот эти вот условия. Такие приятные погоды, конечно, были жаркие, но абсолютно не помешали к проведению такого красочного турнира, особенно закрытия его. Для нашей компании спорт всегда являлся приоритетом. Для нас очень важно проводить подобные мероприятия. Данный турнир имеет для нас еще большую ценность, потому что он посвящен памяти Арзамета Тарбу. Это герой Абхазии. Мы отдаем таким образом ему дань. Сегодня здесь очень много участников, и мы рады, что с каждым годом их становится все больше и больше. Я поздравляю всех ребят с сегодняшним праздником. Спущены флаги Республики Абхазии и России под гимны двух государств. А уже через год очередной турнир соберет новых юных теннисистов. Остается пожелать всем ярких побед и достижения цели в большом спорте. Лаура Шарова, Игорев Драхманов, Абаза.ТВ В завершении выпуска прогноз погоды. Во вторник в столице Абхазии будет облачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до 27 градусов. Ночью столбик термометра опустится до отметки 19 градусов. На этом пока все. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин